Баня, ну, не похожа ни на что. Женщины, вот эти вот веники. Попасть в те времена в Курбатовский баня было очень проблематично. Меня туда вот заводили, там было всегда жарко. И огромное высоченное зеркало. Первая лампочка здесь зажглась за 10 лет до появления первой городской электростанции. Да, ничего не узнаю. Какое прилагательное использовали иркутяне, говоря о Курбатовских банях? Народные и знаменитые. Несмотря на то, что на протяжении нескольких десятилетий этот комплекс был заброшен, многие прекрасно помнят пар Курбатовских бань и ту невероятную атмосферу, которая царила здесь. Мы встретились с теми, кто был частным гостем легендарных Курбатовских бань, и они с удовольствием поделились с нами своими воспоминаниями. Как вы оказались впервые в Курбатовских банях и с чем связаны эти воспоминаниями? Мое знакомство с Курбатовскими банями произошло в 1982 году. Я тогда учился в Иркутском инвестиционном техникуме. Тогда было принято спортом заниматься, я занимался спортом. И вот у нас был преподаватель по физической культуре Борис Исаевич Розенберг. Такой дядька старой закалки, волейболист. И вот он был большой любитель бани. Ну и в общем пригласил ознакомиться с баней. И вот я помню, мое первое впечатление было, огромный зал, большая парная, ну прямо пропитана историей здания такое. Я еще обратил внимание, думаю, ну надо же, баня, ну не похоже ни на что. Как прям дворец какой-то что ли. Впервые я оказалась в бане, когда мне было, точно не помню, но наверное лет 5-6. Ну и вот из моих детских воспоминаний, это я хорошо помню улицу, вход в баню, продажи веников. Сидели люди, значит, продавали березовые, пихтовые веники. При заходе в баню, помню, синие кабинки, где мы раздевались. Дальше вот эти скамьи, то ли деревянные, то ли дермантином обитые, точно не помню. Но помню, что они были высокие, большие. Для меня тогда ребенка, естественно, это было так. И очень хорошо помню помывочное отделение. Когда туда заходишь, потолки неимоверно высокие, белый кафель. И на полу коричневые плиточки небольшие, как у нас в подъездах бывают, выкладывают. Вот такими плиточками был выложен пол. В курбаторских банях я оказалась лет в 5-6. Для ребенка это вот для меня, как это было, не знаю, мучительно, не мучительно. Я просто вот не люблю вот это вот состояние бани. Меня туда вот заводили, там было всегда жарко. Там был всегда вот этот пар стоящий. Я помню, когда я заходила, меня мама толкала, типа, иди погрейся. Там то у меня сопли, то у меня кашель, иди погрейся в парную. Я туда заходила и сходила с ума от этого всего. Вот этого наплыва горячего воздуха пар, и я стояла только возле двери. Все, дальше я не могла шагнуть. Если я делала три шага вперед, все, я там задыхалась. Пар стоял клубом. Женщины, вот эти вот веники, вот это вот все меня сильно впечатляло. Мне это не нравилось. Сначала мы именно в прачечную попали. Вот, это было, ну, просто великолепие. Это огромное помещение, все в мраморе. После того, как мы все постираем, да, значит, и пошли уже в эту, ну, потом уже в баню вот это, в помывочное отделение. Оно находилось немножко в другом отсеке, там по длинному-длинному коридору надо было идти, где находились эти вот номера. Ну, мы в номера не ходили. Историки связывают появление общественных бань в Иркутске с опустошительным пожаром 1879 года. Другие объясняют популярность банного дела, развитием промышленности и резким ростом населения города. Между тем, попасть в те времена в Курбатовский баня было очень проблематично. Они пользовались большой популярностью, поэтому, чтобы оказаться здесь, потребовалось ждать несколько часов в очереди. Меня впечатляла архитектура. Я ничего не понимала в архитектуре, но вот этот красивый домик впечатлял фасад. Вот эти башенки, вот это вот, вот это вот все вот такое красивое какое-то вот благолепие. По стенам были умывальники, краны, точнее, вот эти вот краны, они, ну, мне казалось, что они какие-то старинные. Умывальники вот эти были, они, по-моему, были бетонные. Хорошо помню металлические тазики. Мы брали металлический тазик с ручками с двух сторон, шли, наливали воду. Народу всегда было много. Мы сидели в предбаннике, ждали своей очереди. У нас были билетики вот эти, вот как вот в трамвае раньше отрывали. Такие же были в бане маленькие билетики, что там 15-20 копеек, я уж не помню. Ну, совсем вот недорого. Вот с этими билетиками, так, такие-то там, значит, проходите, проходите. Там женщина, значит, вот этот регулировщик вот этих вот. Вы знаете, мне казалось, это вечность, мы ждали. Вот такая лестница, очень достойная кафель, я все рассмотрела. И огромное высоченное зеркало, просто какое-то, оно было царское, дворянское, в черной раме. Вот правильно, и так, там все там такие красивые были в этом зеркале. Выйдешь после парилочки, у него посмотрел. А мужики покупали вот это вот, оно было везде, это было традиционно. Вот эти кружки стеклянные, помните, если такие пирные, большие, да. Но, мне кажется, это было не пиво, это был квас в то время. Квас и лимонад. И вот мужики вот этими все кружками, а мне вот стаканчик наливали. Не очень сладкого, но такого газированного-газированного лимонада, который в этом щипался в носу. На заре 20 века самыми современными банями считались те, что могли предложить своим посетителям электрическое освещение. И в Курбатовских банях оно, конечно же, было. Есть версия, что первая лампочка здесь зажглась за 10 лет до появления первой городской электростанции. Как такое возможно? По одной из версий, предусмотрительные хозяева заранее заботились этим вопросом и приобрели необходимое оборудование, которое и давало электричество на все здание. 48 лет назад вы были здесь? Да, ничего не узнаю. Оно мне казалось снаружи-то дворцом, но внутри тоже он такой был довольно обширный, но все как бы было так вот скромненько по совету. По левой стороне мы поднимались по широкой лестнице наверх, там была очередь. Потом мы входили вот в этот, в этот, в раздевалку, а из раздевалки уже попадали в парную. Душевые были вот так же вот как вот разгорожены, как вот здесь вот. И, по-моему, справа или слева уже, вот сейчас уже даже сомневаюсь. Большая-большая парилка с такими спалатами. Мне казалось, ярусов 6 было, может меньше было, но они были широкие, на них сидели женщины, там обмахивали себя вениками, значит. Мне кажется, и раньше было довольно-таки много места. Надо учитывать то, что если я была мелкой, то мне казалось все просто очень большим, очень большим. И сейчас вот я смотрю, в принципе, тесноты, но она не ощущается, ее нету. Воздуха много-много пространства. Что бы вы хотели из тех детских воспоминаний вернуть и материализовать уже сегодняшний день? Ой, вот да все бы хотелось бы. Вот я как бы такая заядлая парильщица, да, вернее, скажем так, сколько здоровья позволяет. Но я так думаю, что, наверное, это будет какая-то, вот то, о чем вы говорите, воссозданной бане, это будет что-то какие-то сандунынные, иркутские такие вот римские термы. Хотелось бы, конечно, чтобы это была баня современная, современная, то есть не без каких-то там оглядок на прошлое, то есть она должна быть обязательно современная, с максимальным спектром услуг, чтобы можно было прийти, то есть ей отдохнуть, получить удовольствие, то есть от всего вот этого процесса, к которому люди привыкли. Я бы оставила фасад, естественно, то есть вот восстановить, если это было бы здорово, хотя это уже, конечно, не реставрация, а внутри хотелось, чтобы было все вот, ну, как бы, ну, по последнему слову и безопасно, естественно. Ну, а какой-то там вот что-то из интерьера можно было бы и сохранить, если вот найдутся вот эти краны, потому что они у меня впечатляли, они действительно были красивые, в то же время такие вот прямо вот страшные. Прямо вот такие опасные, пусть они не клокочут, нет, чтобы они просто были там, как было раньше, какой-то вот интерьер вот старый я бы сохранила. Вспомните фразу из нашего любимого новогоднего фильма «С легким паром», как Томбурков говорил, дай бог памяти, он, по-моему, сказал так, что процесс мытья в бане – это праздничный обряд, а в квартире он превращается в смывание грязи. И вот я надеюсь, что все-таки наши иркутяне в бане будут ходить с друзьями, и для них это будет обрядом, или, как мы там говорим, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Доброй традиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова